Владимир Путин Владимир Путин раскритиковал деятельность Ленина и упомянул, что Владимир Ильич, мол, заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией, и она потом рванула. А все ли так просто? Каковы были возможные варианты деления территорий СССР и какова, собственно, роль Ленина? Об этом накануне ТВ рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков. Владимир Путин настаивал на том, чтобы все республики, которые были в тот момент независимы, вошли в состав на основании автономности. Он считал, что страна должна быть единой. Нельзя ее превращать в конфедерацию, сохраняя максимум независимости этих республик. А противниками были Зиновьев, Троцкий, Каменев. Они считали, что нужно создать конфедерацию, потому что когда советская власть распространилась бы на страны Европы, то принять ту же германскую советскую республику в качестве автономии было бы неудобно. А вот как республику – в самый раз. Но могли ли изменить уклад системы в дальнейшем? Это попытались сделать на рубеже 20-30-х годов. Появились края, внутри которых были автономии, и области, огромные области. Они поглощали собой и Удмуртию, и Мондовию. Все, что там было, включая и Татарскую республику, и Башкирскую. Украину должны были поделить на четыре таких региона. И вот все они должны были и составить части Советского Союза. Но из-за требований на местах это не прошло. И от этого в 1933 году пришлось отказаться. Так в итоге, что имел в виду Владимир Путин, когда говорил про атомную бомбу, про автономизацию? Поэтому к этому вопросу Ленин не имел никакого отношения. Сталин был против. Но когда уже создали, ничего нельзя было изменить. Путин ничего не знает, где-то краем уха слышал и все перепутал. Поэтому, если говорить всерьез, нужно принимать изначальное предложение Сталина, который говорил, ни в коем случае нельзя делить страну по национальным территориям, а нужно по экономическим территориям. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Подписывайтесь на канал Накануне ТВ.